друзья приветствую вас ждет нас очень непростая и очень многообещающая неделя на ней куча событий выборы президента сша есть масса точек зрения относительно того кто победит байден или трамп куда пойдет рынок с этим давайте я вам изложу свое видение как я вижу движение основных индексов а также курс рубля на предстоящую неделю и до конца ноября так друзья ну давайте наверно начнем с текущей ситуации пока виду потому что как ни крути но то что происходит с распространением корона вирус на инфекции она оказала сильное влияние на восстановление мировой экономики прогнозируемый спрос потребления энергоресурсов и как следствие что будет с россией и российской национальной валюты на текущий момент времени к сожалению никакого ослабления нету наоборот ставятся рекорды по количеству новых случаев в сша в россии и получается ситуация такова что есть локдаун ник нет локдаун в любом случае экономика находится под гнетом и соответственно все это будет оказывать достаточно негативное воздействие и соответственно резать нефть потребление нефти и соответственно это будет негативно отражаться на россии и российской национальной валюте так но вот есть такой интересный показатель который связан с выбросами углекислого газа на душу населения вот есть график такой на сайте международного энергетического агентства что здесь примечательно всегда возникали минимумы когда происходил кризис и потом для преодоления этого минимума требовалось один-два года накануне двух тысячного года 2009 год и пошел спад который произошел 2016 году здесь на самом деле еще подключился фактор того что начали активно развивать зеленые технологии но на самом деле это снижение она была связана еще и с кризисом в мировой торговли поскольку начали уменьшаться показатели объемов вот поэтому на текущий момент скорее всего здесь в организме возникнет картина по образу 90 когда последовал еще один провал насчет такого бурного роста выбросов co2 не уверен потому что текущая концепция она указывает на то что будет отход вообще от выбросов диоксида углерода или углекислого газа как угодно вот сейчас на текущий момент времени фактически 2016 года вот эта ситуация кризисная она развивается выбросы co2 вот эти минимумы которые возникают они в целом достаточно точно описывают критичные моменты в энергетическом балансе мировой экономики и сейчас скорее всего будет повторение вот этой картины то есть повторный минимум и соответственно w-образное проистекание кризиса так вот еще два графика который не очень оптимистичны на текущий момент произошел склон к тенденции вот этой оранжевой линии это восстановление ввп предполагаемый это потребление требования потребность в энергии то есть как мы с вами видим здесь вот две линии 1 синяя такая другая красного красная линия это тот сценарий который сейчас наиболее вероятно будет реализован то есть ввп мировой будет проседать 2021 году 0 и останется на текущих значениях вот и будет очень слабый отскок в росте потребления энергии вот поэтому здесь скорее всего не стоит ждать особого позитива по нефти наиболее вероятно цены по нефти будут сохраняться в бренде в диапазоне 38-43 скорее всего этом диапазоне мы и будем достаточное длительное время находиться но этот диапазон он не очень скажем так удобен позитивен для текущего экономического социального и политического устройства российской федерации вот здесь для наполнения казны придется так или иначе рубль девальвировать почему давайте посмотрим вот смотрите все упирается в торговый баланс я уже ранее это рассказывал и сейчас текущая ситуация она эквивалентна тому что было в январе 2016 года когда произошел ударное произошло ударное обвальное падение цен на нефть они потом правда отбились такого большого падения в объеме отгрузки не было поэтому сейчас ситуация в части поступления ворочена валютной выручки за продажу нефтегаза она даже хуже чем было вот в январе 16 года когда нефть упала да там по моему 27 сколько там 28 долларов за баррель по бренду было вот сейчас такая ситуация стабильна и как вы видите идет уменьшение торгового баланса помимо этого торговый баланс это экспорт минус импорт вот падает экспорт но и снижается импорт проблема заключается в том что основная статья доходов страны это поставка в другие страны товаров низкой прибавочной стоимостью или их какие-то производные ли то что-то с ними связаны то есть энергоносители там металлы и так далее вот соответственно падение цен на углеводороды уменьшает валютную выручку и даже при падающем импорте поскольку падает покупательная способность бизнеса и населения все равно идет снижение платежного баланса снижение платежного баланса она приведет к тому что придется рубль очень резко и очень жестко девальвировать в каком случае этого не произойдет этого не произойдет в том случае если внезапно случится исправление ситуации с платежным балансом и он начнет расти в каких случаях это может произойти это может произойти в двух случаях внезапный резкий рост на энергоносители что в ближайший год честно скажу я пока не предвижу я не вижу пути как нефть уйдет на 80 или на 105 вот такой в принципе гипотетически ближайшие годы кратко-краткосрочный отскок он возможен но в течение полугода год я такой динамики цены пока не прогнозирую на нефть скорее всего вот этот диапазончик 38 43 37 43 плюс минус там туда-сюда немножко спустились поднялись немножко поднялись потом ушли в этот диапазон но этот диапазон он не камильфо для российской экономики текущей и поэтому здесь надо будет наполнять бюджет непонятно что там и в каком состоянии золотовалютные резервы иные резервы и поэтому вот этот фактор он совокупности будет оказывать сильное давление на то что происходит стране на ее экономику и на курс рубля так далее друзья смотрите вот еще такой скажем так не очень хороший момент это ввп китая особо не заострял на этом внимание последнее время ранее там в марте в апреле когда вся эта ситуация была детально этот момент освещал выпусках можете найти посмотреть последний выпуск данные по ввп китаю выше 49 процентов прогноз был 5 и 2 на самом деле все то что меньше 6 это кризис кризис который связан с тем что экономика китай она в общем-то административно плановая и она развивается экстенсивно чтобы ей там какие чудодейственные перспективы ей бы там не приписывал даже тот же рейда ли у или джим роджерс она экстенсивная экстенсивная экономика она чревато тем что в ней плохо работает обратная связь с тем что нужно это что делаем советский союз кстати в основном из-за этого и оказалась такая ситуация что вот он начал постепенно дряхлеть вот здесь сейчас сделали ставку китайское правительство во первых на рост внутреннего спроса но этот показатель он выращивается очень долго внезапно так вот с внешнего экспорта на внутренний спрос не переключишь чудес не бывает и второй момент сейчас идут дебаты по поводу зеленой энергетики китай активный участник процесса будет в обновлении мировой энергетической системы но в самом китае будут обновлять ее не так быстро вот они будут активно производить солнечные батареи необходимые комплектующие ветряки и так далее они весь мир завалят дешевыми зелеными этими установками солнечными батареями которые будут производить зеленую энергию но сейчас на текущий момент китай не готов к активному переоснащению это связано с тем что там были произведены очень существенные инвестиции в энергетический сектор который связан с сжиганием энергии и соответственно для того чтобы не было никаких перекосов надо чтобы эти мощность они какое-то время поработали это просто обычный фактор роста тут никакой там инерции там коммунистической партии китай нету и в помине то есть это обычная экономика вложили капец соответственно какое-то время эти активы должны поработать прежде чем их заменять вот и все но текущая ситуация в китае на самом деле она очень непростая поскольку рост ввп должен для того чтобы страна нормально развивалась быть больше 6 процентов вот то соответственно сейчас там считаете что кризисная ситуация как и в остальных странах мира все эти победные реляции о том что китай вышел из кризис и будет локомотивом с моей точки зрения это преувеличение так но это все преамбулу давайте подойдем к тому что сейчас происходит соединенных штатах так ну вот месячный график snp это sd на фьючерс snp что мы здесь видим фактически здесь намечен таймфрейме разворотная формация у этой разворотной формации цель движения находится сначала на 3000 а потом 2850 вот сюда вот поэтому я думаю скорее всего независимо от того как пройдут эти выборы до нового года мы скорее всего совершим вот это вот волшебное движение далее недельный таймфрейм здесь мы дошли до уровня от которых вполне может произойти отскок и задерг наверх и попытка потестить исторический хай в случае победы байдена вполне возможно что будет движение цель которого будет отскок на 3450 и возможно пробитие и тестирование вот этого самого х исторического вот но потом все равно последует откат и скорее всего цель этого отката будет 3000 вот сюда почему это произойдет если побеждает байден это соответственно новые условия предоставления помощи и стимулирования уже сша поменяли условия предоставления помощи по программе mainstream это поддержка малого и среднего среднего бизнеса таким образом что во первых сумма при которой оказывается поддержки на которую выдается кредит она уменьшилась и таким образом на 60 процентов планируют увеличить количество компаний которым будет оказана поддержка финансов в рамках мейнстрим программы то есть это послужит определенным дополнительным стимулом плюс то что если побеждают демократы а вероятность очень велика что победит байден возникает так называемая синяя голубая там или какая-то волна то есть когда они занимают и президентское кресло и конгресс в этой ситуации на фоне стимулирования принятия программ стимулирования мы можем увидеть короткий затерк цель движения которого будет ну скорее всего 3450 мы отлетим возможно и выше но потом я думаю разовьется все равно движение вниз и до нового года я думаю высока вероятность движения вот сюда вот к этому диапазону в каком случае этого не произойдет этого не произойдет в том случае если будет пробит вот этот исторический хай 3590 и начнется проторговка выше этого значения в такой ситуации это движение в ноябре месяце в этом году не разовьется вот я думаю здесь основная концепция на текущий момент движения наиболее вероятность сценарий если побеждает байден что наиболее вероятно это сначала задер куда-то сюда и потом отсюда движение на 3000 до нового года потом скорее всего отскок и там в апреле скорее всего мы увидим новый кризис с движением резким вниз ну по крайней мере такое мое видение оно складывается исходя из анализа текущих макроэкономических показателей и соотношение динамики между тем как идет восстановление как развивается кризис и так далее вот такое видение у меня по текущей ситуации в том случае если побеждает трамп то скорее всего сразу мы пойдем вот сюда вот на 3000 без задерга почему я считаю что сейчас будет задерг сейчас будет задерг потому как идет вторая волна приход к власти демократов означает что будут предоставлены стимулирующий мир это вызовет эйфорию но этой фаре скорее всего долго не продлится потому как глобально проблемы в экономике не решена раз она не решена то в этой ситуации после того как произойдет протрезвление пойдет откат и этот откат скорее всего я думаю сейчас приведет вот сюда вот к этим уровнем поясом пи так друзья но с америка немножко разобрались давайте далее бренд бренд из ее френд как говорится месячный таймфрейм сейчас мы подошли достаточно чувствительным уровнем и в ближайшее время если не происходит консолидации или разворот то действительно есть риск задерга сначала на 33 потом возможен спуск вплоть до 24 я думаю ниже движение вероятнее всего не будет опять же это рынок нельзя исключать что она уйдет на 10 отрицательные цены я думаю не допустят потому как уже там устранили брешек программному обеспечению и ну если уже как бы второй раз будет повторение с отрицательными ценами на нефть но это уже мне кажется какой-то криминальный сговор но тем не менее я думаю 24 это минимум до которого сейчас пойдет движение а скорее всего даже может быть еще зайдет на 33 потом возврат вот в этот диапазон 3843 ну или 3743 потому как эта цена консенсусная сейчас скажем так уже все эти страсти мордасти они по выходили сейчас все-таки достаточно такая вялая ситуация вот и только очень значительный рост заболеваний по корона вирус и связанные с ними различные действия в экономике придет тому что нефть очень сильно просяли сейчас я думаю 3533 или текущие значение будет проторговка и консолидации в этом диапазоне хотя на месячном таймфрейме здесь у нас разворотная формация которая в принципе может привести сначала 33 и 2 и потом возможно произойдет короткий задер цель которого будет около 30 вот но движение ниже я думаю она маловероятно либо сейчас проторговка либо задер в район там 3330 и потом соответственно разворот возвратов к этому диапазону вот эта ситуация она более или менее скажем так приемлемо для рубля для российской экономики но она приемлема для поддержания искусственного дыхания вот и поэтому здесь будут таять золотовалютные резервы торговый баланс будет постепенно в ближайшее время нулевым и отрицательным вот даже если он не будет отрицательным даже если он останется положительным надо четко понимать что при таких ценах на нефть и объеме продаж будет падать импорт и соответственно поддержание торгового баланса но будет за счет падения импорта падение импорта это работа бизнеса и это качество жизни населения потому что прибавочная стоимость все товары и так далее они идут за счет того что приобретается на вырученную валюту техника и так далее не надо здесь никакими лозунгами кидаться об импортозамещение и друг другим соответствующим бредом этого нету потому что с учетом развития на протяжении двух десятилетий страна заняла определенную нишу и мировой экономики ниша внезапно не меняется нельзя вот так взять и нарастить сделать там другую страну для этого нужны кардинальные изменения которые идут как раз на протяжении там от пяти лет и далее и поэтому то что сейчас под импортозамещение преподносится я думаю никакой импортозамещение и соответственно падение импорта это будет негативно сказываться на бизнесе и на население вот поэтому текущая ситуация во первых с мировой американской экономикой во вторых с прогнозом по отскоку и потреблению энергоресурсов она приведет тому что ну скажем так текущие значения рубль-доллар они в общем-то являются более или менее приемлемыми может ли быть задерка на 70 рублей за доллар может но он будет либо недолгий либо маловероятный потом мы увидим все равно обесценивание национальной валюты к доллару сейчас на фоне побед победы байдена может быть короткое движение вниз на укрепление рубля но опять же я думаю это движение более чем 75 76 рублей за доллар она не произойдет сейчас мы посмотрим какая ситуация по доллару так ну вот рубль-доллар и из эту мору котировка месячный таймфрейм что здесь примечательно примечательно здесь то что равновесная цена она где-то в районе 77 276 75 то есть вот к этой цене в любом случае будет стремиться вернуться курс рубль-доллар но вот здесь пошло очень сильное движение которое она еще все таки не завершилась и поэтому в ближайшее время высока вероятность того что мы увидим тестирование 82 с половиной по факту закрепления выше 80 и потом движение вот сюда вот на перехать 86 рублей за доллар сейчас на текущий момент в понедельник или во вторник по факту победы байдена и принятие стимулирующих мер мы можем увидеть несомненно коррекционный откат и укрепление рубля если цены на нефть не будут падать так ну вот недельный график здесь как бы никакого намека на падение нету понедельному графику мы должны лететь и тестировать ну как минимум вот этот перехай который 82 так ну и что касается движения рубль-доллар что мне видится на предстоящую неделю и на ноябрь месяц посмотрите вот здесь если будет пробит вот этот диапазон который завершается 80 и пойдет закрепление рост проторговка и роста объема торгов то соответственно скорее всего будет резкое движение на 82 с половиной если от этого значения или от текущего значения мы увидим откат и пробитие 78 с половиной да еще и в случае того если победит байден и примут стимулирующий мир это вполне вероятно что мы получим движение цель которого будет сходить на 76 55 76 75 вот сюда вот в этот диапазон в любом случае я думаю вероятность того что даже если сейчас подрастет нет даже если сейчас там примут огромные стимулирующие меры и байден скажет что он не будет трогать россию вероятность того что мы уйдем ниже 75 то есть рубль укрепиться более менее 75 рублей за доллар я думаю вероятность этого процесса сейчас она очень маленькая то есть я так думаю что на этой неделе диапазон движения будет вот где-то здесь вот где-то здесь и на текущей неделе как только возникает пробой 80 на объеме идет закрепление сразу может пойти движение цель которого 82 с половиной 86 вот такое мое видение по рубль-доллар на предстоящую неделю вот если рассматривать ноябрь месяц тупо в ноябре месяце у нас здесь вполне может произойти закрепление в диапазоне 82 82 с половиной причина это прогрессирование второй волны к вида это неопределенная ситуация с потреблением нефти и цены на нефть либо будут снижаться либо останутся в текущем диапазоне и соответственно это все я думаю в течение ноября вытолкает рубль вот к этой границе возможно даже повыше сразу обращаю внимание что если мы в силу каких-то причин идем двигаемся вниз и касаемся 75 с половиной 75 этого диапазона то тогда вот это движение она пока на текущий момент не состоится но вероятность того что даже после корректирующего отката в начале новой недели мы пойдем двигаться сначала к 80 и потом 88 82 с половиной она достаточно велика и она больше того что мы увидим какое-то укрепление рубля к доллару но и к евро я думаю тоже вот такой мой взгляд на текущую начинающуюся неделю и на ноябрь месяц на более детально в рамках каждого дня мы рассмотрим в ежедневном обзоре спасибо за внимание